Есть такое понятие, театр безопасности. Это когда заявляется, что все предпринимаемые меры служат повышению уровня безопасности, но по факту эти самые меры оказываются неэффективны в плане повышения безопасности, либо они неадекватны, либо вообще никаких мероприятий на самом деле не проводится. То есть по факту театр безопасности это создание иллюзии безопасности. Обычно указанные меры никак не останавливают потенциальных правонарушителей и злоумышленников, однако доставляют неудобства и усложняют жизнь остальным 99,9% допустим пассажиров, которые правонарушителями и злоумышленниками не являются, а всего лишь хотят воспользоваться транспортом, ну например самолетом или поездом. Возможно, конечно, все эти мероприятия создают ощущение безопасности вместо реальной безопасности, но все-таки они очень сильно усложняют жизнь, особенно в случае авиаперевозок. Но всем известно, что в аэропорту, прежде чем ты попадешь на самолет, тебя досмотрят как минимум два раза. Один раз относительно лайтово на входе в сам аэропорт, и потом второй раз уже основательно непосредственно перед выходом к гейтам. В случае с досмотрами на входе на авиавокзал или на железнодорожный вокзал, театр безопасности заключается в том, что злоумышленник может привести в действие, например, взрывное устройство именно в этой толпе, которая скопилась перед входом. То есть, да, у него не получится взорвать поезд или самолет, но все равно большое количество людей, которые стоят там толпой покалечить или убить, у него получится. И так даже в этой стране уже несколько раз случалось. Ну, как я уже сказал, все вот эти вот рамки — это иллюзия безопасности. Да, возможно, они, конечно, снижают какое-то количество инцидентов, потому что народ на болту хотя бы не будет с ножами сидеть или еще что-нибудь такое. Но, тем не менее, полностью безопасность они не обеспечивают. Досмотр этот может быть весьма и весьма инвазивным, вплоть до проведения личного досмотра в отдельной комнатке, практически в застенках НКВД. Причем случается это в государствах, склонных к полицейским. Ну, например, такое часто случается на перевалке в каком-нибудь ДОХУ, ну и, разумеется, в СШП. И даже в Домодедово меня один раз заводили в отдельную комнатку. Но, впрочем, это относительно редкое явление. В большинстве случаев досмотр производится, так сказать, коллективным образом. Когда все пассажиры гуськом идут сквозь сканер. Босиком. Опять-таки, в лучших традициях НКВД. Опять-таки, если бы для обеспечения стопроцентной безопасности все пассажиры должны были бы лететь голыми, я бы с радостью соблюдал эти требования. Но проблема в том, что даже если пассажиры будут лететь голыми, стопроцентной безопасности это не обеспечит. В этом и заключается театр безопасности. В некоторых случаях могут поковыряться в твоих вещах. Для чего предварительно ты пропускаешь все вещи, которые собираешься взять с собой в салон, через специальную машину. И, кстати говоря, в обзоре ноутбука Dell я рассказывал, что однажды случайно в аэропорту пизданул его об железной части вот этого самого транспортера, который везет вещи на досмотр. Вот, собственно говоря, этот двухэтажный транспортер в Шереметьево. По нижнему ярусу вещи едут на досмотр, а по верхнему ярусу возвращаются ящики, куда ты должен положить свои вещи. Соответственно, положив рюкзак в лоток на нижнем ярусе, я начал доставать из него ноутбук, потому что ноутбуки, блядь, нужно класть в отдельный ящик, и в некоторых случаях тебя еще просят его включить, типа доказать, что это настоящий ноутбук, а не какое-то скрытое там взрывное устройство, например. Театр безопасности заключается в том, что ничего не мешает совместить ноутбук и взрывное устройство, которое при включении будет вести себя как настоящий ноутбук. Соответственно, ноут, видимо, за что-то там зацепился, я его выдернул слишком сильно, и он ударился о вот этот верхний ярус, после чего на корпусе осталась небольшая царапка. Соответственно, здесь тебя, скорее всего, заставят еще разуться и по холодному плиточному полу ходить босиком или в носках, то есть своими потными ногами топтаться по грязному полу, где только что точно такими же вонючими потными ногами шлепал предыдущий пассажир, и, в общем-то, вот таким вот образом соблюдать гигиену. Кстати говоря, одно время в аэропортах были вот эти вот одноразовые бахилы, но, видимо, для сокращения издержек их там больше нет. Соответственно, рекомендую тебе с собой возить бахилы свои. Ну или хотя бы чистые носки, чтобы их переодеть. В большинстве случаев тебя еще пропускают через такую машину, которая сканирует полностью твое тело, и самое забавное, что если ты при этом вспотел, то на экране мокрые места загораются так, как будто у тебя на теле что-то есть. Ну и, конечно, на борт тебя не пустят с жидкостями и гелями. Раньше не пускали вообще, потом правила немножечко изменили, и теперь можно провозить меньше 100 мл. То есть бутылка с водой сразу отпадает, и большие тюбики с зубной пастой тоже отпадают. Причем, если в бутылке или в тюбике осталось всего 100 мл, но сама емкость больше, то в ручной клади, которую ты берешь с собой на болт, такое тоже провозить нельзя. Но, впрочем, о том, что можно и что нельзя провозить в ручной клади и в багаже, я расскажу в отдельном видосе, а в этом сосредодрочимся, собственно говоря, на теме этого видоса. Лично меня во всех этих правилах, помимо жидкостей, беспокоят еще колюще-режущие предметы. В принципе, много чего можно сдать в багаж. То есть есть ограничения на то, что ты можешь провозить в багаже, который вот у тебя забирают, и потом загружают куда-то там вниз в самолет, и есть отдельные ограничения на то, что ты можешь взять с собой в салон. Разумеется, в салон, как правило, хочется взять с собой как минимум бутылку воды. При этом не покупая ее втридорога в дьюти-фри и не заливая хуй пойми что из фильтра, который нынче установлены во многих аэропортах. Кроме того, во многих случаях, особенно в командировку и иногда даже в отпуск, я летаю без багажа. То есть я беру с собой только маленький чемоданчик, который можно проносить с собой в салон. А багаж не сдаю. Это, во-первых, экономит время, во-вторых, уменьшает риск того, что у тебя багаж проебут, и во многих случаях это еще экономит деньги, потому что билеты без багажа дешевле. А если говорить о суперэкономии, то у самых днищенских лоукостеров тебе бесплатно разрешают взять с собой только лишь маленькую сумочку или маленький рюкзачок. Все остальное за деньги, в том числе вот этот маленький чемоданчик. Лично мне непонятна ситуация с бритвами. В правилах перевоза багажа в большинстве случаев написано, что нельзя с собой брать опасные бритвы. Опасная бритва это та, которая похожа на выкидной нож и которую еще правят на кожаном ремне. Все остальное является бритвой безопасной. В том числе Т-образные станки со сменными лезвиями и все остальные варианты бритв с кассетами. Однако, например, в американских правилах ТСА, то есть безопасности на болту, написано, что нельзя с собой брать бритвы, у которых легко вытаскиваются лезвия. И не написано, собственно говоря, что это значит. Соответственно, в большинстве случаев, если я лечу без багажа, я бритву с собой не беру вообще. А потом уже на месте начинается вот этот вот поиск, где бы купить бритву, которой хоть что-нибудь можно брить. В некоторых случаях, если ты останавливаешься в более-менее приличной гостинице, то там либо уже есть бритва одноразовая в ванне лежит, либо ее можно попросить на ресепшн. И, кстати говоря, один раз на ночном рейсе с утра уже перед посадкой в туалетах появилось по две одноразовых бритвы, положенных туда для пассажиров болт-проводниками. Но это скорее исключение из правил. Но это будет станок очень хуевого качества. И начинается вот эта вот беготня по окрестным магазинам, если они там вообще есть, чтобы купить хоть какой-нибудь одноразовый станок, который хоть как-то бреет. Тут возникает еще одна проблема, поскольку такие станки обычно продаются пачками по 4, по 5 и больше штук. А тебе на несколько дней командировки, например, нужен один станок. И эту пачку потом придется везти с собой, потому что вроде как эти самые одноразовые станки можно провозить. А с пеной для бритья что делать? Аэрозольные баллончики точно нельзя в самолет брать, вне зависимости от их объема. И ты еще попробуй найди пену объемом меньше 100 мл. И с автошейвом та же херня, поэтому приходится с собой брать крем для бритья, помазок и крем после бритья, в тюбиках по 50-75 грамм. Ну, арковские, например, ничего. То есть театр безопасности заключается в том, что бородатым исламским террористам на бритвенные принадлежности вообще похер. А обычным людям это создает кучу ненужных проблем и расходов. Предлагающие не париться и отрастить лобковую растительность наебали, то есть бороду, сразу идут нахер. Потому что бородачи выглядят убого. Кроме того, это банально не гигиенично, потому что волосы наебали, работают фильтром, и вся грязь из воздуха зацепляется тебе прямо на лицо. Вот прямо на лицо. И ты постоянно с этой грязью везде ходишь и дышишь ей. Мода эта ебучая скоро закончится, точно так же, как ушла в свое время. Мода на усики из 70-х. И самое главное, для ухода за бородой, всякого говнища жидкого с собой нужно брать еще больше, чем для бритья. Можно, конечно, заранее заморочиться, купить дома, например, эту самую пачку и брать с собой по одному станку. Но проблема все та же. Все эти одноразовые станки полное дерьмо. Они очень плохо бреют, особенно если ты до этого брился какой-то другой бритвой, и у тебя к ней привыкли волосы и ебало. И, в принципе, например, джилетовские станки полное говно. Но, как я уже говорил в одном из предыдущих видосов про бритье, для меня фирмы джилет больше не существует. Во-первых, все станки и кассеты под этим брендом средней и низкой ценовой категории бреют очень хуево и очень быстро тупятся. Разумеется, так было не всегда, но за последние лет 5-6 качество упало просто ниже плинтуса. То есть нормальное качество у джилета только у самых дорогих кассет. Во-вторых, после того, как они решили повоспитывать своих покупателей мужского пола о том, как им обращаться с женщинами в одной из своих реклам, лично на меня эта реклама сработала, и я решил больше никогда ничего у джилета не покупать. Потому что я не хочу, чтобы меня воспитывал производитель бритв. И кто бы то ни было. Из танки ваше одноразовое говно. Из одноразок более-менее бреют вот такие вот шик с двумя лезвиями, потому что у них большое расстояние между этими двумя лезвиями, но все равно они бреют так себе. Соответственно, я давно уже хотел какую-то электрическую бритву, потому что ограничения на перевозку бритв, как колющий режущих предметов, разумеется, не распространяются на бритвы электрические. Что же касается использования электробритвы на постоянку, как мне тут вот советуют в комментах очень часто, мне эта идея не нравится. В бритье, как и в пизденке, у меня одинаковые предпочтения. Должно быть влажненько и гладенько. Да, я в курсе того, что есть электробритвы, которые допускают влажное бритье, но они, сука, бреют еще хуже, чем обычные сухие. И еще меня раздражает, что где-то через год тебе придется поменять режущий блок. Это в случае фирменной электробритвы какого-нибудь Брауна там и так далее, а в случае какого-нибудь говна типа Xiaomi режущий блок придется менять раз в три месяца. И в каждом из этих случаев тебе придется молиться, блять, производителю этой самой электробритвы, чтобы он не снял с производства режущие блоки конкретно для твоей модели. Не говоря уж о том, что за стоимость этого самого режущего блока, который нужно менять раз в год, можно накупить нормальных кассет для бритвы на год, а то и на два. Соответственно, была идея найти какую-то максимально компактную бритву, но которая при этом более-менее сносно бреет. Вот она приехала, так что укроножницы и распаков очка. Внутри сильно помятая очень простая коробочка черного цвета, а сильно помятая она, потому что эта бритва ехала ко мне пять месяцев. Собственно говоря, нашел я ее на Индигого, и эту краудфандинговую площадку, как и Кикстартер, китайцы научились использовать в качестве предзаказа. То есть продукт у них на самом деле уже есть, просто они там собирают деньги, чтобы убедиться в том, что будет спрос. И самое главное, покупатели с краудфандинга, как правило, менее притязательны, что ли, чем те, кто покупают товар, допустим, на Алис Экспрессе. То есть те, кто поддерживает какие-то краудфандинговые проекты, как бы подсознательно готовы к тому, что в итоге получат кусок говна, в отличие от покупателей в обычных магазинах. Соответственно, китайцы таким вот образом придрочились продавать свои продукты через краудфандинговые компании. Ну, неважно. Внутри, собственно говоря, сама бритва. Разумеется, напрашиваются ассоциации с анальным вибратором, но мы не будем развивать эту тему. Бритва действительно очень маленькая. Она просто нереально компактная, и в принципе она помещается в карманчик на джинсах. То есть вот тот пятый карман, который типа для карманных часов, вот туда ее в принципе можно поместить. Она меньше даже обычных бритвенных станков. Второй немаловажный плюс в том, что эта бритва работает от встроенного аккумулятора, и ей не нужны никакие особенные зарядники и зарядные станции. В принципе, этим сейчас сложно удивить, потому что есть и машинки для стрижки волос, которые заряжаются от USB, и бритвы, и тому подобные девайсы, которые заряжаются от USB. Здесь тоже зарядка от USB, причем разъем тупись. И это позволяет сэкономить количество адаптеров, которые ты, блядь, с собой берешь. Но, как правило, ты в любом случае берешь с собой зарядник для телефона. И даже в том случае, если ты, допустим, забыл зарядник, то на месте, как правило, ты найдешь, откуда зарядить эти самые USB-устройства. Даже в самолетах можно заряжать USB-устройства, и даже тупись в спинке некоторых самолетов уже завезли. И во многих отелях, где недавно был хоть какой-то ремонт, есть розетки со встроенной USB-зарядкой. Или на худой конец в номере будет плоскопанельный телевизор, у которого тоже, скорее всего, есть USB-разъемы, от которых ты сможешь зарядить свои девайсы. Но, разумеется, USB-зарядка это гораздо удобнее и универсальнее, чем какие-то отдельные внешние зарядные блоки питания, у которых еще вилка может не подойти, если ты едешь в другую страну, например. Что касается конструкции. Бритва только для сухого бритья. Это роторная бритва, то есть у нее есть ротор с лезвиями, который крутится примерно на 6000 обормотов. Ротор прикрыт достаточно тонкой сеткой из нержавеющей стали, и сама сетка выполнена единым блоком с крышкой, которая вкручивается, собственно говоря, в бритву и защищает кожу от лезвий. Сетка сделана из нержавеющей стали, а сама крышка из какого-то сплава. Собственно, открутив крышку, можно увидеть сами ножи. Их можно достаточно легко достать, они удерживаются такими тремя лепестками. И, в общем-то, там три достаточно острых ножа. Пользоваться бритвой очень просто. С нижней стороны есть утопленная кнопочка, чтобы ее случайно не нажать. И, зажав эту кнопочку, через несколько мгновений бритва включается, и можно бриться. Что касается качества бритья. Бритва, на удивление, бреет достаточно гладко. Нет, разумеется, не так же хорошо, как, допустим, какие-нибудь качественные станки, но, тем не менее, достаточно чисто. Единственная моя претензия в том, что бритье занимает гораздо больше по времени, чем, допустим, бритье обычными станками, даже с учетом того, что тебе нужно размочить ебало, намазать пену и побриться. Все равно, эта электрическая бритва работает медленнее, чем обычный станок. Но, учитывая, что тебе не нужна ни вода, ни раковина, ничего, и даже, в общем-то, и зеркало не особо нужно, ты можешь совмещать бритье с чем-то еще. Например, бриться, пока завтракаешь, или пока едешь на машине, и вообще ты не привязан к ванне. Соответственно, в каком-то смысле это нивелирует вот эту вот разницу во времени. После того, как бритье закончено, нужно раскрутить крышку и вычистить вот эти вот все остатки волос, которые скапливаются внутри бритвы. Для чистки в комплекте есть маленький счет очка, а саму сетку и ножи можно вообще промывать под струей воды. Разумеется, их при этом нужно открутить от основного корпуса бритвы. Соответственно, в целом, девайс мне понравился, на постоянку я его использовать не собираюсь, но теперь буду с собой брать его во всякие поездки, в отпуск и так далее, и особо не заморачиваться по поводу того, что мне придется бриться, блядь, пальцем, когда ты куда-то приезжаешь. Единственное, я никак не мог понять, где же я это уже видел. Но потом вспомнил. Как и у многих, в хозяйстве у меня есть вот такой вот девайс для удаления катышков с одежды. Особенно с вещей из хлопка и из шерсти, он очень так вот удобненько срезает вот эти вот катышки из ниток, которые на них образуются. И конструкция там практически идентичная. Точно такая же накручивающаяся сетка. Практически точно такие же ножи. И даже закрывающий сетку полупрозрачный колпачок практически такой же. И в общем-то отличие лишь в том, что в бритве как бы срезанные волосы падают внутрь корпуса под ножами, а вот в этой вот штуке для срезания катышков они засасываются в такой специальный контейнер. И в общем-то все. В целом это очень похожие устройства. Но разумеется, брить ебало устройством для срезания катышков не получится. Соответственно, если тебя заинтересовала эта бритва, называется она Эва Шейвер, ссыл очка ждет тебя внизу в описании. Я вовсе не гуру. Я всего лишь блог ютуба. Лайк под писькой, бубенцы.